Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы узнаем, что делать, если болят колени, как снизить травматизм и какие упражнения нам помогут, чтобы колени не болели. Меня зовут Иван Толмачев и это канал о настольном теннисе. Здесь вы узнаете все, чтобы повысить качество своих тренировок. Прежде чем продолжить просмотр, поставьте лайк, и колокольчик. Мы начинаем. Физкультура лечит, спорт калечит. Фраза, да более знакомая профессиональным спортсменам. Как ни крути, с годами мы стареем и суставы наши имеют свойство изнашиваться, мышцы ослабевать или накапливать перенапряжение от быстрого ритма жизни. Все мы привыкли себя нагружать до умру во имя результата. К сожалению, за это приходится платить горьким опытом. Кого-то сбивать с дистанции на короткое время, кого-то навсегда. Сам я с этим столкнулся, повредив свое время игровую руку, что пришлось переучиться на другую и выйти на достойный уровень лишь спустя долгое время. Прежде столкнувшись, наверное, со всем спектром болячек, которые приносят нам перегрузки, начиная от легких растяжений и заканчивая надрывами сухожилий, человек начинает понимать, что надо что-то менять. Об этом и будет сегодняшний ролик. Я вам расскажу, как уберечь свой коленный сустав, почему так важна обувь и специальные стельки, почему не стоит увлекаться наколенниками и самое важное, как с помощью физических упражнений устранить боль в передней части колена. Колени – это одна из основных проблем, с которой сталкивается почти каждый и не важно, профессиональный это спортсмен или простой любитель. Часто предпосылкой ко всему становится неправильное построение тренировки, неадекватные нагрузки, плохая обувь, неправильное питание, отсутствие восстановления, перенапряжение и пренебрежение разминкой и заминкой. Это все ведет к травмам не только коленей, но и всего нашего двигательного аппарата. Появляются грыжи, невралгии, тендениты, бурситы, остеохондрозы и куча интересных болячек, с которыми не советую вам встречаться. Почему важна правильная обувь? Во-первых, это пол в залах. Чаще всего он из бетона, а поверх него кладется террафлекс, спортивный линолеум различной толщины. Чем он толще, тем безопаснее для наших колен. В идеале под покрытием должна быть деревянная прокладка, но так как это требует значительных затрат и ухода, за этим всем делом клубы и спортивные залы чаще всего экономят. Самое страшное для нашего двигательного аппарата это кафельные бетонные полы, так как они не поглощают ударную нагрузку. Если вы попробуете прыгнуть и приложить максимальное усилие, при приземлении вы почувствуете каждый свой позвонок. Поэтому, если вы не хотите, чтобы через какое-то время у вас стреляло в позвоночники или болели колени, уделите этим моментам свое время и бюджет. Ударную нагрузку можно компенсировать толщиной подошвы. Есть две крайности. Слишком тонкая подошва, когда берут дешевые кеды, думая и так сойдет, либо берут на слишком высокой, думая, что это красиво. Подошва кроссовок снижает ударную нагрузку и, соответственно, если она тонкая, то удар по суставам максимальный. Но если она слишком высокая, то это, во-первых, неудобно, потому что больше сгибать колени. Во-вторых, из-за быстрых перемещений и смен положений работы стоп и голеностопа можно его просто травмировать. Для этого у баскетболистов и парашютистов идет удлинение, защита в области голеностопа. Но, так как мы с вами двигаемся быстро, нам нужна легкая обувь, и поэтому баскетбольные кеды, пусть и очень надежные, нам не подойдут. Мы стараемся выбрать обувь со средней подошвой. Как правило, это специализированная обувь для конкретного вида спорта. Для нас подойдут кроссовки для настольного тенниса, бадминтона и волейбола. Кроссовки должны быть с цепкой подошвой и укреплением пятки с боковой защитой, чтобы надежно держать стопу и голеностоп от травм при резких движениях и перемещениях. Легкие и дышащие. Если брать полностью закрытые, при частых тренировках могут возникнуть грибковые заболевания. В таких кроссовках необходимо соблюдать гигиену и сушить их после каждой тренировки. Также не берите себе беговые кроссовки для занятий. У них высокая подошва и сами по себе они мягкие и не имеют боковой защиты, отчего стопа постоянно болтается, либо проваливается в сторону. После того, как мы взяли себе хорошую обувь, нам необходимо поставить себе специальные стельки, то есть ортопедические. Они хорошо снижают ударную нагрузку на колени и позвоночник. Плюс у тех, у кого плоскостопие, а нас таких много, так как нам не объяснили в детстве, какую обувь носить. Они создают правильную амортизацию в стопе, что тоже позитивно сказывается на распределении нагрузки по всему двигательному аппарату. Стельки необходимо брать спортивные. Они более крепкие и удобные для резких перемещений. Самые дешевые от 2-3 тысяч, но взяв их один раз, вы забудете о многих болячках. Также можно сделать стельки на заказ. Их делают по стопе, и это самый идеальный вариант, но и самый дорогой. Обычные стельки у вас просто развалятся после первой же тренировки. К стелькам необходимо будет привыкать первое время, но после этого вы почувствуете, насколько комфортно стало двигаться. У каждого производителя стелек свои изюминки, и здесь могла бы быть ваша реклама. Стельки и обувь первое, с чего стоит начать. Так вы дольше сохраните свои суставы в целости и сохранности. Еще один девайс, который снижает нагрузку на наш коленный сустав, это наколенники. Сейчас я немного расскажу о его функционале. У всех бандажей есть хороший плюс. Они стабилизируют сам сустав, не дают ему делать лишнюю амплитуду и снижают общую нагрузку. От этого болевые ощущения уходят частично, либо полностью. Но сняв его боль, возвращаются через какое-то время. Люди, как правило, ими злоупотребляют. То есть, они при нагрузке надевают бандажи, но при этом не укрепляют сами мышцы. От этого в них приходится играть постоянно, так как человек борется с симптомом, а не причиной. На коленники тоже стоит брать качественные, так как дешевые не обеспечивают должной фиксации. Но вот мы экипировались, а боль не проходит, что же делать? Теперь переходим непосредственно к решению проблем. Если у вас начались проблемы с коленом, они носят системный острый характер, первое, что необходимо сделать, обратиться к специалисту и не заниматься самолечением. Думаю, и так пройдет. Одно из средств диагностики – это МРТ и консультация специалиста. Рентген и УЗИ менее эффективны, так как они дают частичную информацию и могут не выявить причину вашей боли. Об их отличиях вы можете почитать в интернете. МРТ дает полную информацию о состоянии мышц, связок, сухожилий, наличии жидкости в суставе и состоянии самого сустава. После этого, как правило, вам ставят диагноз и назначают физиотерапии, такие как ударно-волновая терапия, электромиостимуляция, мануальную терапию, иглоукалывание, делают тейпирование и советуют приобрести бандаж на коленник. Как правило, при остеофазии это помогает и боль уходит на какое-то время. Но все же со временем при нагрузке это все возвращается. И как быть? Для этого, конечно, на помощь приходит лечебно-физическая культура. Как правило, травмы приходят, когда они мышцы слишком слабые, а другие перенапряжены. От этого страдают в первую очередь связки и сухожилия. От сильной нагрузки чаще всего воспаляются и создаются болевые ощущения, появляется такой диагноз, как тенденит. И чтобы этого избежать или уже реабилитировать, необходимо уделить особое внимание мышцам бедра и голени. Сейчас я продемонстрирую комплекс и способий по лечебной физической культуре, который поможет вам укрепить данные группы мышц и снизить нагрузку на коленный сустав. Комплекс делится на два блока. Первый, когда боль острая и тяжело сгибать колено. Он выполняется две недели, потихоньку укрепляя мышцы бедра и голени, что снижает постепенно боль. Второй комплекс уже полноценная закачка мышц, чтобы боль ушла полностью и не возвращалась. Упражнение обязательно выполнять на обе ноги, так как боль может быть как в одной ноге, так и в двух сразу. Стойка на одной ноге с поворотом головы вправо-влево. Исходное положение. Правая нога стоит на полу, левая поднята вверх и согнута под углом 90 градусов. Руки на пояс. Выполняем медленно поворот головы в одну сторону, затем в другую. Задача удержать равновесие, не отрывая стопу от пола. Выполняем 10-12 поворотов головы, затем меняем ногу. Если тяжело удержать равновесие с руками на поясе, руки отводим в стороны. Упражнение 2. То же самое, только выполняем с закрытыми глазами. Задача сохранить равновесие и не оторвать стопу от пола. Выполняем упражнение не менее 30 секунд, доводя до 1 минуты. Первое время будет сильно расшатывать, но это нормально. Со временем встанете стоять неподвижно, сохраняя баланс. Данное упражнение укрепляет мышцы стопы и голеностопа. После этого нам необходимо уделить внимание задней поверхности бедра. Так как эти мышцы большинства людей слабые, создается перенапряжение в передней части бедра. Что создает дополнительную нагрузку на сустав. Для этого выполняем следующее упражнение. Упражнение 3. Полумостик на одной ноге. Ложимся на пол, правое колено согнуто под углом 90 градусов, стопа на пятке. Вторую ногу прижимаем к животу, руки в замок. Задача вытолкнуться пяткой и поднять таз вверх. Чтобы живот и бедро встали на одну линию. Затем плавно опускаем таз вниз, касаясь пола. Если получается легко, можно усложнить не касаясь пола. Делаем 10-12 повторений и 2-3 подхода. При выполнении не выпускать согнутое колено из рук. Выполняем упражнение на каждую ногу. Далее переходим к ягодичным мышцам. Они отвечают, чтобы колено не заваливалось внутрь. Такое встречается у теннисистов со слабыми ягодичными мышцами. Что тоже ведет к перенапряжению коленного сустава. Чтобы этого избежать, делаем следующее упражнение. Упражнение 4. Подъем ноги вверх из положения боковой планки. Встаем на правое предплечье, локоть и плечо на одной линии. Таз не проваливается, стоит ровно. Правая нога на полу согнута 90 градусов, не выходит вперед. Вторая нога прямая. Приподнимаем таз и фиксируем положение. Напрягаем пресс. Выполняем подъем правой ноги вверх. Затем вниз. Делаем 10-12 повторений. Вы почувствуете жжение в ягодичных мышцах. Затем меняем ногу. Так выполняем 3 подхода. Для увеличения нагрузки выпрямляем вторую ногу. И из положения боковой планки выполняем то же самое. Далее укрепляем внутреннюю поверхность бедра. Также лежим боком. Таз прижат к полу. Левая нога согнута. Впереди правая прямая. Параллельно полу. Носок смотрит вперед. Приподнимаем правую ногу. Сохраняя прямое и вытянутое положение. Фиксируем высшие точки на 2-3 секунды. И медленно опускаем. Выполняем 3 подхода по 10-12 раз на каждую ногу. Для усложнения выполняем то же самое. Но не касаемся пола, когда опускаемся. Далее мы начинаем закачивать переднюю поверхность бедра. При болевых ощущениях в передней части колена отключаются эти мышцы. Что снижает ваши силовые показатели на 20-30%. Для этого необходимо восстановить сократительную способность этих мышц. При выполнении следите, чтобы не обострялись ваши болевые ощущения. Легкая боль при выполнении допустима и также может сохраняться примерно 30 минут после выполнения упражнений. Если же боль обостряется, то выполняем предыдущие упражнения, пока не окрепнут другие мышцы. Данные упражнения снижают болевые ощущения в коленном суставе. Упражнение 1. Сидим на полу, максимально выпрямляем ногу, натягиваем носок на себя, создавая напряжение в ноге. Поднимаем вверх прямую ногу, сохраняя натяжение. Держим до появления жжения в мышцах. Также может истись нога от напряжения. После этого плавно опускаем ногу вниз. Делаем по 80 повторений на каждую ногу. Упражнение 2. Разгибание колена сидя. Садимся на стул и начинаем сгибать правую ногу, создавая напряжение в верхней точке. Удерживаем несколько секунд и плавно опускаем. Делаем 12-15 повторений. Затем другой ногой. Когда упражнение стало выполнять легко, делаем то же самое со жгутом. Обматываем гали на стоп и также вытягиваем ногу с сопротивлением, удерживая верхние точки и плавно опускаем. Делаем 3 подхода на каждую ногу. Упражнение 3. Приседания со стула. Вначале выполняем на двух ногах. Следим, чтобы колени не заваливались внутрь. Медленно поднимаемся и медленно опускаемся. Когда стало легко получаться, усложняем. Теперь основную массу переносим на правую ногу и левой придерживаемся. Когда прошли этот этап, делаем то же самое на одной ноге. Следим, чтобы колено не проваливалось внутрь. Делаем 10-15 повторений на каждую ногу. По 3 подхода. Упражнение 4. Метроном. Садимся на колени, руки на пояс, корпус прямо. Выполняем наклоны за счет мышц передней поверхности бедра. Мы наклоняемся назад, сохраняя положение тела. Создается сильное натяжение. Затем плавно возвращаемся в исходное положение. Также можно положить под колени мягкую опору, чтобы снизить сильное давление на пол во время выполнения упражнения. Когда стало легко получаться, добавляем амплитуду. Выполняем 10-12 раз 3 подхода. После того, как наши мышцы окрепли и прошли болевые ощущения, мы можем начать выполнять прыжковые упражнения с высокой ударной нагрузкой, чтобы укрепить наши мышцы. Если при выполнении не возникают болевые ощущения, то отлично. Для этого подойдут выпрыгивания из неполного приседа. Сгибаем ноги до угла 90 градусов и выполняем выпрыгивание вверх со средней частотой. Выполняем 10-15 повторений 3 подхода. Также вы можете использовать выпады или другие любые упражнения. После данного комплекса упражнений, вероятность, что у вас возникнут боли в передней части колена, сводится к минимуму. Данный комплекс я сам выполнял долгое время, так как у меня была воспалена связка надколенника. Из-за этого было невозможно сидеть больше 10 минут, а подниматься по ступенькам приходилось через острую боль. После двух месяцев системного выполнения упражнений стало возможно полноценно ходить и тренироваться. Данные упражнения носят накопительный эффект. И если вы делаете это абы как или раз в неделю, то не ждите чудес. Выразить благодарность и внести в свой вклад в развитие канала вы можете по реквизитам, оставленным под видео. На этом наш ролик заканчивается. Берегите свои колени и следите за нагрузками. Обязательно поставьте лайк и колокольчик. Плюс подпишитесь. Также поделитесь видео с друзьями, чтобы их колени были здоровыми. С вами был Иван Толмачев. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok